И ребят, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня у нас тема артблок. Пусть так и не написано, но я думаю, все понимают, о чем это видео. На самом деле, каждый раз, как у меня наступает артблок, я думаю, что мне уже ничего не поможет. Потому что, чтобы я не говорила людям, у каждого, абсолютно у каждого, свой опыт с артблоком. И кому-то не подходят мои советы, а мне, например, не подходят чужие советы. И, честно говоря, это тяжело, потому что ты рассказываешь кому-то что-то, пытаешься помочь, а человек говорит, что ему это не помогает, и, наверное, немножечко чувствуешь себя виноватой. В любом случае, у меня сейчас не тот период, чтобы прям рисовать много. Точнее, как раз наоборот, я рисую очень много. Хотя мне совершенно не хочется. Я бы даже сказала, это можно было бы даже назвать ленью, если бы я не знала, что дело абсолютно не в лене. Я себя заставляю, и поэтому, ну, контент как бы он есть. Чтобы вы понимали, этот ролик я делаю на несколько дней позже нужного. То есть, конечно, для вас он, скорее всего, выйдет как обычно. Но сам факт того, что я выбилась из собственного графика, из собственного расписания, уже показывает, что работать мне немножечко тяжело. И, на самом деле, я понимаю, что в моем случае конкретном это связано как раз с потерей работы на Ютубе, к сожалению, и поэтому сейчас что-то делать для него мне просто очень тяжело и немножко некомфортно. Но в любом случае, делать что-то надо. И я пытаюсь сохранить хоть какие-то старые спейнты. Все, что вот вы видите, это довольно старые. Вот, например, этой обложке уже недели две или три. То есть, настолько с задержкой вы получаете картинки. Сейчас я уже рисовала бы, наверное, по-другому, я не знаю. Вот, настолько много я рисую. И, наверное, это все-таки плохо. Плохо, что происходит. Ну, то, что происходит, в общем-то. Вот. Отвлечемся на минуточку на обложку. Просто потому что я знаю, что все вы тут спрашиваете, когда четвертая глава. Я сразу скажу, что не знаю, потому что, честно говоря, я еще ее не начала. Но обложки я всегда стараюсь делать ровно после завершения главы, чтобы как-то отследить скилл и все такое. К тому же, она рисовалась очень долго. По моим меркам, я не могла ее закончить. Как раз тоже недели две. Так что, вот. Но, в любом случае, результат он есть. Так что, наслаждайтесь, а мы вернемся к не рисую. Итак, я знаю, что это, возможно, самый худший совет на планете. Но единственное, что работает в моем случае, это идти рисовать через силу. То есть, если у вас не получается и вам не хочется, не нужно идти отвлекать. Не нужно идти пить чай. Не нужно идти смотреть аниме. Нужно идти и рисовать. Единственное, что полезно, я могу сказать так, чтобы вы себя не убили. Потому что, на самом деле, рисовать через силу могут не все. Я это знаю. Но вы можете посмотреть ролики каких-нибудь своих любимых художников. Спидпейнты, например. Или арты, так сказать, вдохновиться и с новыми силами сесть за работу. Отчасти может быть вредный совет, но вы можете перерисовать или срисовать чужой арт. Но, пожалуйста, делайте это в стол. Вот, постите это никуда не надо уж точно. Просто потому, что, возможно, вам придет какая-то идея. Вы нарисуете чужую персонажа, вы нарисуете чужую позу. И у вас появится желание нарисовать что-то свое. Такое может быть. У меня пару раз такое работало. Но, честно говоря, работает оно не всегда. Мне, например, проще рисовать просто что-нибудь. Когда я ничего не хочу рисовать, я рисую просто портреты. Хотя я, честно говоря, не люблю рисовать портреты. Вы уже знаете, что я люблю рисовать полноросты. Но они просто у меня сейчас не выходят. Поэтому я изрисовываюсь просто портретами, летающими головами, глазами. Просто отдельными какими-то частями тела. Потому что соединить это в полноценного персонажа у меня не получается. На крайняк вы можете попробовать создать какой-нибудь дизайн. Возможно, вам не нужен новый персонаж. Возможно, вашему старому персонажу и вообще не нужен этот дизайн. Но сам процесс вас отвлечет. И вы можете на время забыть, что это связано с рисованием. То есть вы идете, например, в какой-нибудь Pinterest. Или в какой-нибудь паблик. Или инст. В магазин одежды. Потому что лично я так делаю. Смотрите на модные вещи. И пытаетесь придумать лук к своему персонажу. Сохраняйте все это в картинке. И потом идете рисовать. И, казалось бы, полпроцесса из этого уже не рисование. Но можно засчитать за это. Потому что, определенно, это вам поможет отвлечься. И поможет сделать что-нибудь. Так что попробуйте. Именно по этой причине у моей Брис так много дизайнов. Я их делаю просто потому, что иногда мне нечего делать. Ну, еще как вариант. Вы можете попробовать порисовать с друзьями. Да, звучит так себе. Учитывая, что я тот человек, у которого не то, чтобы очень много друзей. Но, как вариант, есть такой сайт. Он называется Эгги. Там можно рисовать одновременно нескольким людям. И вы можете туда позвать каких-то своих знакомых. И просто в тишине почиркать абсолютно любую фигню. Не обязательно стараться. Не обязательно выдавать шедевр очередной. Можно просто от души поразвлекаться. Почему нет? Я так периодически делаю. И, опять же, я ничего, кроме портретов, там не рисую. Потому что я не хочу тратить свою энергию и силы на подобные. Я хочу потратить их на полноценные работы. В любом случае, такие вот сегодня у меня вам рекомендации. По крайней мере, по-моему, больше, чем в том видео я выдала. Возможно, я не права, честно говоря, я уже не помню. Потому что каждый мой артблог это что-то новое. Каждый артблог сопровождается какими-то реальными проблемами. Поэтому решать нужно в первую очередь их. По-другому от артблога не спастись. Так что советы каждый раз у меня индивидуально новые. Возможно, в следующий раз, когда у меня не будет желания рисовать. У меня полноценно не будет работать абсолютно ни один из этих советов. Но до тех пор, пока мне это помогает и я рисую хоть что-то, сойдет. Так что всем спасибо большое за просмотр. Делитесь своими советами и рекомендациями. Может быть, мне кто-нибудь поможет справиться с моими проблемами. Помогайте друг другу. Подписывайтесь на ВК, Инстатвиттер, на все-все-все. На мой YouTube обязательно. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всех люблю. И всем пока.